Теперь космос точно наш. В столичной гимназии номер два присвоили имя нашего земляка, героя России, летчика-космонавта Олега Новицкого. Много гостей, хоть и в дождливую погоду, собрались у порога гимназии. На торжественной церемонии присутствовал и сам Олег, а также первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. Гостю перерезали ленту и в ту же минуту с фасада школы слетело полотно, скрывающее золотые буквы. Это очень приятно, действительно я волнуюсь, потому что все-таки иметь честь, чтобы своим именем назвали школу, это дорогого стоит для меня. Поэтому действительно придется больше участвовать в жизни гимназии, как-то больше беседовать с учениками, рассказывать о себе, о своих товарищах, о работе, чтобы у них действительно появилась какая-то цель, они не боялись ничего. У них есть очень хороший пример, как нужно жить, учиться, работать и вообще быть патриотом своей страны, чтобы достичь вот таких больших высот. По традиции, как и перед полетом в космос, возле гимназии высадили аллею космонавтов. Работа по присвоению имен героев учреждениям образования не завершена. Традиция продолжается с года в год. К слову, в этот раз инициатива поступила от самой гимназии. Уверены, что ребята, которые сейчас учатся в гимназии Олега Викторовича Новицкого и будут учиться, они будут стремиться быть такими же смелыми, ответственными, решительными. Безусловно, однозначно это будет положительно сказываться и на учебном процессе, и на уровне воспитанности и культуры наших ребят. Космонавты пустили корни в Беларуси основательном. На счету четыре уроженца с синёкой. На втором этаже гимназии разместился свой настоящий космический уголок. На стенах разместились информационные стенды и фотографии о достижениях и причастности Беларуси к космосу. Например, здесь говорится о первом белорусском спутнике, а здесь имена космонавтов-уроженцев нашей страны. В 2012 году Беларусь стала полноправной космической державой, запустив свой первый космический аппарат, которым управляет и сегодня. И каждый год твердо подтверждает этот статус. Об этом и рассказывает космический уголок о новых страницах в истории нашей страны. Это уважение для нашей гимназии. Ну, это волнение такое. Мне хочется, конечно же, автографы попросить. Это как бы достоинство нашей школы. Это великая историческая персона, и для нас это значит многое. Да, возможно, страшно, но это полезное дело, ведь это продвижение человечества вперед. На этом космические новости не заканчиваются. На родине Олега Новицкого в Червенской средней школе номер два открыли памятную доску в честь космонавта. Полина Макея, Диана Глебович, агентство Минск Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова